Мы возвращаемся к разговору с Михаилом Рискиным, певцом, учёным, доктором химических наук и литературным переводчиком. Михаил, вот о том, что вы и литературный переводчик тоже. Расскажите об этом, пожалуйста, о том, как вы переводили Гаррики Игоря Губермана на иврит, как вам работалось, как вообще пришла в голову эта мысль. Как вас? Хотела сказать, угораздило, но, наверное, скажу. Понимаете, в чём дело? Меня давно, уже достаточно много лет, я же в Израиле закончил школу, да, и прожил здесь, наверное, получается на данный момент больше двух третей своей жизни. Меня давно как-то немножко коробил и смущал такой момент, что в еврейской стране живёт еврейский писатель, известный миллионам во всём мире, поэт Игорь Миронович Губерман, который ивритоговорящим, то есть местным жителям, уроженцам этой страны, практически совершенно неизвестен. И мне эту несуразность хотелось давно исправить. Всё это, конечно же, шло поэтапно. Ещё в 2007 году я выпустил, совместно с Губерманом, мы выпустили книжку его Гариков на иврите, только в издательстве «Кармель» в Иерусалиме. Там было сто с небольшим Гариком на иврите. А потом у моей мамы возникла идея, до моей мамы, у меня на самом деле очень много идей таких жизненных возникают у родителей. И я прислушался издать книгу на двух языках, чтобы она была и на русском, и на иврите. И это я осуществил тоже в два этапа. Сначала, где-то пять лет назад вышла книжка, где было 350 Гариков на русском и на иврите. И в прошлом году уже вышло издание второе дополненное. Вот, по чистой случайности, оно вот у меня здесь рядом. Вот так оно выглядит. Видите, её можно читать справа налево, а можно читать слева направо. Мы видим вас, Михаил, крупным планом, а Гариков нет. Верусалима и не только. И тут уже 500, 500 Гариков на русском и на иврите. Понимаете? У нас наша вообще репатриация, вы знаете же, да, что несколько лет назад мы уже четверть века отпразднули. Знаем, конечно. Уже скоро 30 лет, как вообще 30 лет нашей Алии. И наш вклад, ну, практически во все, во все сферы израильской жизни, я думаю, чрезвычайно трудно переоценить. Да, и культура, и спорт, и наука, и экономика, и политика. Мы, наша Алия сделала вклад во все. Кроме одного. Кроме одного. Кроме израильской литературы. Израильской литературы. Почему, собственно, Алия не может русская, адаптировавшись, уже заговорив, так сказать, и освоившись на соответствующем уровне с ивритом, сделать свой вклад в развитие ивритской литературы? А почему нет, собственно? Вот. И я подумал, что эту несуразность тоже нужно исправить. И я бы так сказал, что вот эта книжка, да, она, ну, единственная из известных мне, так сказать, инфузий в мейнстрим, вот, на хорошем русском языке опять заговорил, в мейнстрим израильской литературы. Потому что там очень хороший иврит, скажу, так сказать, без ложной скромности. И она, фактически, вы же знаете, как у Губерман, практически я, когда вжился в роль его переводчика, то все жизненные ситуации ты сразу автоматически вспоминаешь один, два, три, четыре Гарика, которые к этой ситуации можно подобрать. Верно? Верно? То есть Губерман именно этим он и облегчает жизнь, что практически нету жизненной ситуации, которую нельзя было бы уложить в это четверостише. Замечательно. Вот. И я подобрал, я очень долго подбирал, на данный момент у Губермана, я думаю, более 12 тысяч четверостишей во многих книжках. Я отобрал из всего этого богатства 500. И вот в прошлом году, летом, мы издали книжку. Мы ее презентовали в Израиле. У нас было здесь где-то сейчас, на данный момент, около десятка презентаций. Будут еще. По разным городам. И впервые, впервые, эта книжка, книжка израильского поэта Игоря Мироновича Губермана, который уже более 30, больше, чем уже 32 года живет, скоро как-то, 32 года живет в Израиле. Впервые книжка израильского, еврейского, русскоязычного поэта Игоря Мироновича Губермана появилась на полках Стеймацкого и Цоми Цефарим. То есть, это две основных сети наших книжных магазинов. Я считаю, что для нашей Алии это огромное достижение именно в области, так сказать, вклада в израильскую литературу. Не имеющий аналогов. На данный момент такой вклад не имеет аналогов. Вот и говорю об этом с нескрываемой гордостью, граничащей с хвастовством. И замечательно, что говорите. А я хочу напомнить, что Михаила можно будет услышать на концерте 27 апреля в центре Круг. Телефон 224-423-5784 этого центра и адрес 1400 South Wolf Road. Михаил, ну а вас, конечно, хочу поблагодарить за сегодняшнюю передачу. И до скорой встречи. Всего хорошего. До скорой встречи. Всем хак-песах-самеах-вэкашэ. Хак-песах-самеах. Всего хорошего, друзья. До свидания. Счастливо. Счастливо.